всем доброго времени суток сегодня мы с вами вяжем ручейника вот такая мушка у нас получится с вами по окончанию видео но прежде чем приступить к вязанию мы подготовим для начала пару крылышек для этого нам понадобится форма для выжигания и пара перьев охотничьего фазана вот такое вот перо 2 штуки что ж приступим к подготовке крыльев нашу пару крылышек ручейника мы подготовим с помощью такого пинцета и пару таких перьев охотничьего фазана мы из этих перьев при помощи этой формочки выжим наши крылышки для этого мы подготовим сначала перо берем всю пуховую часть пера остается такая вот часть далее берем наш пинцет сначала выжигаем одну сторону и затем переворачиваем пинцет выжигаем противоположную сторону крыла помещаем перо наш пинцет так чтобы стенка проходила по середине вот здесь вот это вот сужение металла проверяем внимательно и зажимаем далее нам остается немного убрать излишки без фанатизма аккуратненько все подрезаем ну вот этого достаточно берем обычную зажигалку и просто опаливаем наше пинцет крыло достаточно достаточно достаем получается вот такое вот крыло перо мы очистим вот такими движениями вот этих угольков и немного придадим продолжение по ости ножничками подрежем берем перо и аккуратненько подрезаем с одной стороны и немного ровняем с противоположной и получается такое у нас с вами крыло теперь проделаем теперь проделаем ту же самую операцию чтобы сделать крыло с противоположной стороны эту часть откладываем берем второе перышко точно так же его подготавливаем очищаем убираем весь пух подготовили и обратите внимание если мы в прошлый раз формочку выставляли вот таким образом с рисунком ко мне то в этот раз мы переворачиваем бинцет и выжигаем уже обратной стороной отрежем излишки с тем и закладываем пюро все проверили посмотрели и аккуратно опять же без фанатизма по кругу подрезаем все лишнее ну ну и точно так же зажигалочкой и достаем наше перо противоположная сторона у нас получается готова точно так же очищаем от обожженных угольков вот этих пера движением таким и точно так же подравниваем форму доводим ее до более такой сходящей плавной ровно с одной и с противоположной стороны готово крыло но будет уже по ту сторону и у нас получилась такая замечательная пара крылышек по факту сейчас их можно установить уже и в принципе они не так будут сильно набирать воду будут выполнять свою функцию но я бы хотел бы покрыть эти крылышки еще лаком я буду покрывать уэф гелем вот у меня есть от фирмы гульф flexman это гель который при полимеризации становится таким эластичным но вы можете использовать также винярдовский какой нибудь хит семент обычно лак просто покрываем это дело сейчас вам покажу берем перо наносим немного в геле и раскатываем вот этот гель по перу аккуратненько много его не останется и используем фонарик для того чтобы полимеризовать наш вэф гель повторим ту же самую операцию с противоположным крылом берем перо наносим немного геля и покрываем все всю поверхность пера лицевую и так же полимеризуем фонариком в итоге у нас с вами получается вот такая замечательная пара крылышек для нашего будущего ручейника что ж приступим теперь непосредственно уже к вязанию установим крючок и я вам дальше все расскажу установим крючок губки тисков крючок я буду использовать от фирмы ARX FW 502 12 размера стандартный крючок для сухих мушек устанавливаем устанавливаем монтажная нить у нас будет черная с Amperfly 18.0 фиксируем монтажную нить и прокатываем по направлению загиба излишки отрезаем Те у нас будут выполняться из меха косули точнее меха серны как альтернатива можно использовать косулю такой вот мех цвет араски браун для этого мы сделаем сейчас с вами дайвинговую петлю при помощи вот скручивателя формируем дайвинговую петлю и вводим монтажную нить вперед далее подготовим материал для будущего тела мушки для этого отрежем небольшой пучок меха серны обязательно его очистим от подшерстка и сейчас просто поразрезаем этот пучок пополам и перемешиваем сминая его у себя в пальцах я это сделаю на столе и вам покажу результат вот у нас пучок всего этого и просто мы его сминаем перемешиваем до такого вот состояния и вот эту смесь мы уже поместим непосредственно в нашу дайвинговую петлю ну для начала мы возьмем липкую ваксу ваксу и нанесем ее на монтажную нить у меня вот липкую ваксу от вакси чтобы наш мех куда сильно не убегал от нас берем наш мех немного распрямляем и помещаем дайвинговую петлю чутка распределяем по длине и начинаем скручивать получается у нас вот такая вот дайвинговая петля с мехом серна и начинаем потихоньку формировать тело мушки и так и и и и и и и и оставляем примерно миллиметра 2 под усики под торакс все остальное закрепляем нашу дабинговую петлю естественно излишки отрезаем тоже немного вперед ведем сейчас возьмем обычную расчесочку липучку поправим расправим весь мех наделим ушки и все излишки которые сверху у нас мы их удалим чтобы они нам не мешали при постановке крыльев немного длину можно убрать достаточно и 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 Буквально одно CDC перо, фиксируем его, вытягиваем примерно по длине тела и окончательно его фиксируем, излишки отрезаем переводим монтажную нить, нет монтажную нить мы пока оставляем тут, сейчас мы с вами наверное закрепим усики а потом уже установим само крыло давайте усики мы будем выполнять опять же из меха серны есть мех серны и он имеет такие вот длинные темненькие остинки возьмем штучек 6 этого нам будет достаточно выровняли остинки примерно по одной длине длина усиков у нас будет примерно равна длине крючка длина длине всей мушки фиксируем усики у колечка поправляем и окончательно закрепляем проматывая до начала тела мушки не излишки конечно же отрезаем и непосредственно теперь приступим к установке крыла возвращаем монтажную нить к точке крепления самого крыла начнем с крыла которая ближе к нам примеряем длину чтобы у нас крыло уходило чуть-чуть за загиб подносим к точке крепления и фиксируем наше крылышко вот таким вот образом и повторяем то же самое уже с противоположной стороны берем второе крыло отмеряем длину и точно также фиксируем на цевье где можно все поправить это приподняет опустить крылышко мне в принципе устраивает расположение и и начинаем фиксировать по направлению колечку окончательно уже излишки отрезаем и все остатки мы скрываем монтажную нить также возвращаем обратно к точке крепления крылышек и сейчас будем с вами делать ножки торакс с моим ушки для этого нам опять потребуется наш скручиватель сделаем с вами дабинговую петлю все точно так же и перейдем монтажную нить вперед колечку ну и далее нам требуется подготовить мех серны для этого мы также берем небольшой пучочек и помещаем в такую прищепку у меня пятиджанская прищепка поменьше взять поместили мы мех в клипсу нашу теперь точно так же мы предварительно нашу монтажную нить на нашу монтажную нить нанесем липкую ваксу чтобы мех у нас не убежал никуда пропускаем клипсу и освобождаем мир и начинаем по той же схеме закручивать его ну и начинаем формировать ножки нашей будущей мушки даже можно пальцами немного поправить на нашу монтажную нить иначе вот 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 Главное не потерять наши усики-мушки. Весь мех мы не израсходовали, но сколько нам потребовалось. Фиксируем даббинговую петлю и излишки отрезаем. Окончательно закрепим. Перед колечком можно приподнять усики снизу, пару витков сделать и сделать окончательно финишный узел. Возьмем наш узел газ и сделаем финишный узел. Монтаж нитки можно удалить. Возвращаемся к нашей расчесочке, чесалке. Расчешем мех серны немного вниз. Возле грудки по праве. Распределили на две стороны. И немного придаем форму, поднимая форму ножек нашего ручейника. Достаточно живой силуэт получается на воде. Рыба обязательно оценит. Здесь можно поправить даже усики. Вот такой у нас получился ручейник. Опять же в итальянском стиле. Силуэт, как я говорил, повторюсь, достаточно живой на воде. Интересно и рыба обязательно это оценит. Всем спасибо за внимание и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова